Молоковская школа отметила 80-летие. На празднование юбилея побывала и наш корреспондент Людмила Медведева. Она сегодня у нас в студии и может поделиться своими впечатлениями. Здравствуйте, Людмила Петровна! Здравствуй, Наташа! Впечатлениями, конечно, я обязательно поделюсь. Это все можно будет увидеть в сюжете. Но у меня родилась такая мысль. Не организовать ли в Ленинском районе общество старейших школ? Одну из них уже можно принять в это общество. Это Расторгуевская. Я в ней училась. Ей уже исполнилось 86 лет. А я училась, Людмила Петровна, в Видновском художественно-техническом лицее. Как вы думаете, он может уже входить в это общество? Нет, Наташа, я думаю, пока нет. Этак лет через 25 может и случиться это событие. Ну а пока давайте смотреть сюжет о юбилее Молоковской общеобразовательной школы. В 1935 году село Ирининское на Немолоково активно развивается, как многие села Подмосковья. В Молоково строится школа. В 1941-м директор вместе с парнями-выпускниками уходит на фронт. Многие погибли. Долгожданная победа и восстановление разрушенного хозяйства. И только в 1975 году удалось построить новое трехэтажное здание образовательного учреждения. Всю эту историю и рассказали в художественных выступлениях сегодняшние ученики. За годы существования школы из ее стен в большое жизненное плавание вышло много выпускников. Многие из которых уже специалистами вернулись в свою родную школу. Я сейчас работаю в школе библиотекарем. Так сложилось, что жизнь меня вернула на свое место. Хотя я работала в Москве, но, как говорят, где родился, там и пригодился. Получилось так, что жизнь сложилась у меня сейчас в данное время в школе. Я работаю 15-й год. Сейчас работаю в школе уже 45 лет. Учителем технологии. Работаем с девочками. Учим их шить, вязать. В общем, всевозможным видом рукоделия. Много сил, терпения и упорства отдавали учителя своим ученикам, помогая им осуществлять свои мечты. Среди них и золотая медалистка 1989 года. Благодаря школе, благодаря тем зданиям, которые мне дала школа, я стала врачом клинической лабораторной диагностики. Работаю в Видновской районной клинической больнице. 80 лет пожелали? Ну, чтобы школа оставалась всегда такой же, чтобы можно было сюда прийти и знать, что тебя здесь ждут. Чтобы учителя были такие же, как были у нас учителя. Добрые, терпеливые и очень грамотные. Среди 40 учителей образовательного учреждения специалисты высшей категории – отличники народного просвещения. 18 лет своей жизни в должности директора отдала школе Галина Ивановна Трещалина. Я ни о чем не жалею. В Ленинский район я приехала молодым специалистом в 1975 году, когда открывалась эта школа. В этот замечательный юбилей мне от всей души хочется пожелать детям, родителям, педагогическому коллективу творческого вдохновения, больших славных дел, больше хороших, добрых, умных учеников. Сейчас руководит школа Елена Алексеевна Елина. И теперь она ведет большое плавание «Корабль знаний». Мечтаю о том, чтобы у учителя, которые сейчас составляют основной костяк педагогического коллектива, оставались со мной, помогали мне, потому что все они, более старшие поколения, это мои наставники, это мои учителя, которых я очень люблю. А молодое поколение, которое приходит, я думаю, что я для них буду наставником, потому что я теперь вкладываю в них свою душу и стараюсь, чтобы они были достойными учителями нашей школы. Глава района, поздравляя коллектив с юбилейной датой, рассказал и о том, что в скором времени школа обретет и новое помещение. Я уверен, что не за горами тот момент, когда мы с вами перережем ленточку и перейдем в новое здание, а это, конечно, педагогам управления образованием решать, где будет у нас начальная школа, где будут старшие классы. Людмила Медведева, Владимир Бижонов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.